А ты пешеходная зона запрещает ездить? Конечно, запрещает. Где вы такое ездите? Ну так, где? Пешеходная зона определяет скорость движения, а не запрещает ездить. Это вы про двор путаете. Никакая разница, пешеходная зона, знак. Вызывай сейчас в порядок, пусть его используются в слово пресса. О, за слово пресса надо листовать обязательно. Да. Выложишь в интернет. Сзади человек. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Что, ребят, как вы поняли, мы находимся в городе Воронеже. Тут у нас Ленинский городской 43. Пешеходная зона. Там Алексей. Шамардин наш на обзор. Канал. Подписывайтесь на него. Сейчас проводит нам обзорную экскурсию по городу. Будем помогать ему тоже наводить порядок. Тут, на пешеходной зоне. По этому адресу. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока водители все адекватно реагируют. Посмотрим, что будет дальше. Здравствуйте, водитель. Возможно, вы заметили знаки 533. Может быть, и для вас установлены. Пешеходная зона называется. А я здесь уехал. Не могли, пожалуйста, уехать. Спасибо. Вот, обратите внимание, по всему периметру здесь установлены. На въезде, там. Это все пешеходная зона. А парковочная где-то? Нет, это пешеходная зона. И здесь тоже. А здесь парковочная? Парковочная вдоль дороги. На той стороне. Ну, вдоль проезжей части. На проезжей части. Так, ну, водитель понял все. Без проблем съезжает. Не заметил знаков, говорит. Как может такие большие знаки не заметить? Пока, как всегда, начало не подмещает. Никакой беды. Как всегда, все начинается в второй половине дня. Алексей, расскажи про инцидент, который тут был. Очень просто. Значит, приезжал один блогер. Не совсем хорошо знающий правила дорожного движения. У меня были все ответы необходимые до этого. Из администрации, что это был тротуар. Вот, он решил, что это не тротуар. И, соответственно, ввел заблуждение всех сотрудников полиции. Ну, они сами мало разбираются в правилах дорожного движения. Были введены в заблуждение. Можете посмотреть на канале. Зоопарк называется. Что-то про зоопарк название. И, соответственно, не так давно, в октябре, тоже произошел здесь инцидент. Водителю БМВ было сделано замечание, чтобы, ну, просьба обычная съехать с тротуара. Он вышел и сразу нанес удар. Ну, пришлось его заблокировать. И, соответственно, в итоге попал в скорую помощь. И вот сейчас разбирательство по этому вопросу проходит. Я имею в виду относительно этого водителя. Но не так давно все-таки добился установки знаков пешеходной зоны 533. Они установлены теперь по периметру. И здесь планируется реконструкция, которая будет в этом году. То есть с полным отделением пешеходной зоны и с выделением парковочных мест. Ну, видимо, будет как-то переноситься бордюр, может быть, за счет газона. Ну, вот такие планы. В этом году мне обещали это сделать. Ну, тогда вот тут как-то непонятно. Видишь, если бы не знаки, я бы, допустим, тоже не понял, что это тротуар. Потому что у нас в Москве обычно тротуар поднимается над дорогой. И там либо идут, ну, такие заезды могут быть, так называемые заезды, которые нарушители называют. Тут же заезд. Но он отделен либо газоном, либо там еще. А он отделен должен быть со стороны проезжей части. Да, да, да. А тут такой подел. Или квартиру. Да. Так, сейчас водитель объясню. Встань, пожалуйста, сюда. Я объясню просто. Он знал на будущее. Ну, то есть, больше там. Хорошо. Спасибо, спасибо. Ну, вот очередной водитель. Предупрежден был. Как предупрежден, значит, вырухан. О, какая собачка. Здравствуйте, водитель. Здравствуйте. Не заметили, возможно, пешеходная зона, знаки. Где? А машины что стоят? А сейчас будут убирать ГАИ. Незаконно стоят. Ну, вообще-то, тут сколько я езжу, поставим стоянка. Как бы они машины стоят. Ну, они стоят незаконно. Ну, насколько я понимаю, вот тротуар идет. Нет, обратите внимание, знаки пешеходной зоны. Вот когда вы заезжали, вот через тот въезд, там установлен знак. Ну, вы как заезжали, вот здесь, вот знак пешеходной зоны установлены. Вот такой синенький, как вот там, видите? Пешеходная зона, я понимаю, тротуар? Нет, вот видите знак пешеходной зоны, я же вам объясняю. Ну, сразу попадая сюда... А пешеходная зона запрещает ездить? Конечно, запрещает. Где вы такое? Ну, как, где? Правила дорожного движения. Пешеходная зона определяет скорость движения, а не запрещает ездить. Вы про двор путаете. И какая разница? Пешеходная зона знак. Ну, почитайте, у вас есть интернет? Ну, мы не есть ничего. Знак 533 запрещает вообще нахождение транспортных средств каких-либо здесь. А зона... Насколько я знаю, во всех дворах, во всех дворах, стоит знак пешеходной зоны. Нет, там стоит знак жилая зона, а не пешеходная зона. Вы путаете. Есть жилая зона знак. Там, да, разрешается движение как транспортных средств, так и что? Я не пойду. А мы журналисты. А здесь вот именно установлены знаки 533. Знаете, есть картуар. Видите, где есть дорога, по которой ездят машины. Давайте посмотрим. Да, ну, посмотрите, пожалуйста. Знак 533. Посмотрите. Синий ты человечек. Вы не могли, пожалуйста, съехать, припарковаться на правейшую часть, а там посмотрите. А то на пешеходной зоне нехорошо стоять. Ну, вообще некрасиво. Уверен в этом. Нет, что-то не хочу. Да, разбирайте, пока. Ладно. Паша, объясни, пожалуйста. Пусть как раздражает. Пусть как раздражает, да? Да. Он, походу, сам понял. А, он сам понял. Специально до конца знака. Я не понимаю, что ими двигат вообще. Интересно, наверное, не видят. Не, я понимаю, что не было бы знаков. Можно было еще перепутать. Не видят точно конец зоны. Вот, вот наш. Здравствуйте, водитель. На пешеходной зоне припарковали. Да. А вот знак, видите, окончание у нее. Вот он. А? Уедьте, пожалуйста. Как? Нет, прям сразу. Иначе встанем сзади, не уедьте вообще до приезда ГАИ. Хорошо. Вставайте. Ровно 2 минуты у вас. У меня 5 минут. А, все, встаем сзади. Без проблем. Странный человек, потому что перепарковать, вот, сколько тут? Ну, 10 метров проехать, вот здесь встать, здесь же нет выезда или есть. Ну, тут только проезжая часть, ничего, место. Тут нету проблем. Ну, фактически тут нету выездов, правильно? Это же не выезд. Ну, вот выезд из двора, единственное. Нет, ну, из двора-то понятно, да. А вот тут же нет выезда? По факту. Тут бордюр. Тут пешеходная зона. Тут единственный выезд из двора, и все. Ну, да. Ну, наглый какой. Такие бывают водители. Странные. В чем проблема? И тут нет нехватки в парковочных местах, потому что везде вдоль дороги, вдоль проезжей части разрешена стоянка. В данном случае. Здесь вообще нет дефицита, абсолютно никакого. Ну, кстати, вот, что у вас... Это не центр города, это левый берег. Алексей, поясни, вот, что у вас за знак? Вот с 23 до 6 часов, это 3.27, не парковаться. Да, ночью нельзя. Все правильно. Вот здесь знак застаньте. В Москве обычно наоборот, днем нельзя. Ну, здесь так, да. Здесь, наверное, ночью. Так, выезжает водитель. Да, здесь 2 назад. Я как бы здесь постоянно ставил и не обращал внимания. Все верно. На будущее обращайтесь. Я согласен, да. Хорошо. Спасибо, что разобрались. Да, потому что тут знака этого не было. Теперь по периметру обратите внимание. Вот оттуда. Я говорю, поэтому, вы уж извините, тут иногда бывает повесят, а ты еще лет ездишь, не обращаешь внимания. Вопросов нет. Спасибо, что прочитали, разобрались. Все хорошо. Так, вон, до свидания. До свидания. 8 минут. Он вообще здесь не должен ездить, не стоять. Что пришло бы у дома? Не больше, не меньше. Вообще не должны здесь быть. Ни секунды, понимаете? Скажите, а вот не заметен знак вот этого? Такой вот знак по периметру стоит? Заметен. Он умышленно это сделал. Даже после того, как я подсказал, он все равно встал. Так ему удобно. Вы просто могли бы, правда, 10 метров проехать и вот там встать. В чем проблема, я не понимаю. Вся водитель, кажется, может попасть в неловкую ситуацию. Что ж такое? Не повезло, да? Все, правильно. Закушите, ждите, горите. Сейчас приеду. Все, правильно. Сидите. Экваторы сотрудничают. Все хорошо. Блесно. Вызывай сейчас наряд, пусть вы рискуете на слово пресса. Вон, до слово пресса надо листовать обязательно. Да. Выложишь в интернет. А вы что, не хотите вызвать наряд? Почему вы советские? Зачем? Ну, вы же говорите, есть охранник. А, ну вызывайте охранник. Вот он охранник. Вот он, да? Охранник стоит здорово. Делать нечего. Кому? Вам? Всего хорошего охранника. Всего хорошего. Да. Всего хорошего. Увижу вот это в интернете. Увидите. А вот на каком основании? Вы имеете? Хочется. Хочется? А в курсе, что это незаконно? Подайте в суд. Подам? Думаешь, нет? Запросто. Все. Пожалуйста. Вот потом будете оправдываться в суде. Я не шучу. А если не подойдите, вы вот кем будете? Серьезный человек. А ты что-то хочешь? Да. Пожалуйста. Ну, я думаю, что как мужчина должен отвечать за свои слова, правильно? Вот не подашь суд, будешь девочкой. Слышишь? Ладно, что ты еще скажешь, давай дальше. Указывать будешь своей жене, понял? А я хочу тебе. Не, не канает. Мне нравится. Вот из-за ваших... Там я согласен, вот там, а тут. А это въезд во двор. А это что такое? А вот это... Потому что там не разобрались, из-за этого кипиша влепили знаки. Не, они посмотрели схему. Схема была изучена. Не, въезд во двор. Въезд во двор. Да, вот он, смотрите. Где? Где? Там нет въездов там бордюра. Так, нет, все заезжают, езжают там. Вот иди и сними, вон там бордюра. Нет, нет, там есть. Нет, иди и сними, нету там въездов. Вы перекрыли въезд во двор. Ну, как и говорили, догурил и ушел. Ну что, на первый раз его простим? Я думаю, да. Я тут в гои не приеду. Стой сюда, я переговорю. Я думаю, я сам ускорючу. А, или ты? Ну, вы хоть не будете больше так делать? Согласны? На будущее, не заезжайте. Да я знаю, ну, ребят, две минуты же можно. Нет, ну, вот туда, ну, вот 10 метров проехать. В следующий раз, я вам реально говорю, я встану сзади и будете ждать. Да я понял, Вдё, просто я встану сзади. Я даже не иду на конфликт. Всё, хорошо, уезжай. Первый и последний раз, я вас запомнил, специал номерам. Если ещё раз здесь появится, вот здесь, на машине ополна, то всё, хорошо, говорим, до свидания. Я нарушаю это. А как он сзади, интересно? А в этих залах, что же идёно остановиться? Наверное, куда его там? То, через двор остановились, да? Или тут сзади? А потом на него всё время потратим, а другие будут. То есть одного нарушителя привлечём, а куча останутся безнаказанных. Добрый день. Наверное, не заметили, вы на пешеходной зоне не находитесь. Съедьте, пожалуйста. Спасибо. Вот, знак 533. Владимир, вот отсюда здесь? Там тоже есть. Тюремя. Всё, хорошо, до свидания. До свидания. Вот так нужно реагировать. Ну, ошибся, да, свежай, вопрос не задаёт. А некоторые спорят. Всё, повнимайте, повнимайте. А то будет знак, например, упадина какая-нибудь, а вы поедете. Ну, вдруг. Или какой-нибудь фонтан будет бить горячий, а вы поедете. Можете вот тут, в принципе, прямо после пешеходного перехода встать? Да, там вот везде, на той стороне, пожалуйста. До свидания. Так, что там? Почта России. Сзади человек. А, сбивать. Сейчас, стоп. Ай-яй-яй-яй-яй. Всё, стой. Всё. Стой, что наезд. Испачкал. Наезд был, Паша? Да, вот штаны испачкал. Срывай. Конечно. Всё, стой. Ждите, наезд будем упадрять на пешеходы, на пешеходной зоне. Я вам тем более подсказывал, что там пешеход. Если уедете, будет квалифицировано, что скрылись вместо КП. Лучше ждите, вызывайте. Полная машина, посылся, я понимаю. А зачем вы меня сбили с КП? Объясни человеку. Знак. Негодяй, нарушитель. И у меня. А что, звезды взять нельзя? Ну да, вот, пешеходная зона. А что, пешеходные ездить нельзя? Вообще нельзя. Как же? Как же правило? На тротуаре ещё для разгрузки-погрузки можно заехать. А на пешеходную зону вообще нельзя ездить. А знак здесь официально стоит? Конечно. Ну, вызывайте. Ну, а есть у вас какой-то документ, что знак здесь стоит официально? Не мы его ставили. А кто? Кто-то. Кто у вас знаки ставит? Управление дорожных хозяйств поставил. А если запрос закрается, они пришли? Конечно. Да, да. Посылайте, конечно. Всё официально, естественно. Управление. Съемки с локацией. А видео мы сами решим. У меня не надо пока. Я же вопрос задал. Что я задал? Я же на машине. Может, я не хочу, чтобы видео у меня видели? Хорошо, спасибо за информацию. Сейчас этому на это вызовем. Быстрее мы. Вот его номерочек. Кто желает позвонить, спроси, почему он так ездит. Звоните, разрешаю. Всё хорошо. Зачем вы меня сбили, молодой человек? Скажите мне. Куда садитесь? Что ты новость стоишь снимаешь? А то увезёшь меня ещё куда-нибудь. Да, я прямо увезу. Доставишь посылку. Да, поехал. Ты спеши, зачем ты меня сбил? Тебе же сказали, человек сзади. Слышишь, я, во-первых, ну ты сам подставился. Ты просто подставился. Куда подставился? Я до тебя наезд никакой не завержал. Но тебе говорили, сзади человек? Нет, ты на камеру снимал, и там будет специально видно, что ты просто подставился. Как подставился? То есть я сбил машину? Я до тебя даже не докоснулся. А это откуда сделать? Это с того, что ты к машине подошёл сзади. Я не знаю, зачем ты это сделал. Ну, то есть вы не знаете, зачем люди ходят по пешеходной зоне, правильно? Не знаю, зачем люди ходят по пешеходной зоне. Не могу понять, зачем ты вот... – Ну вот, это пешеходная зона. Смотри, вот это нормально вот, то, что человек так делает. – То, что он стоит на пешеходной зоне? – Нет, то, что он провоцирует. – Провоцирует? На пешеходной зоне ходят эти, конечно, его права. Ничего не трогает. Но это же провокация. – А на что провокация? – Все люди, которые вот тут до этого стоят, как они сюда попали? – Нарушители? – Нет, а как они сюда попали, если он никому въехать сюда не дает? – Как-то попали. что может быть не стоит целыми днями вы как водитель теперь им теперь что дело когда получали права еще что-то не знаем как зачем как выехать а вот сейчас этот магнитовская фору как будет разгружаться здесь обычно вот лишь магнит смотри у них справа вот там сейчас будет вот ему тоже надо будет отсюда что-ли носить эти коробки они ну значит какую-то поправку уносить знак наверное поставили не совсем корректно все если знак стоит конечно надо соблюдать правила но надо тоже как вы понимаете каких-то работаетの смотрите надо это работать просто вот вы сколько заявлений писали чтобы этот знак убрать я вам мешает этот знак не мешают а давно его поставили насколько я знаю его тут не было в течение года точно совсем недавно вот так это знак неправильно поставили они правде ну сейчас будь до желудела надо дорабатывать то совсем неудачами не опроса зачем вы вообще назад поехали вам предупреждали там человек Зачем вы ехали назад-то? Я назад не ехал. А если там ребенок, например, стоял? Я видел, где вы стояли, и я назад не ехал. Вот в зеркало, в левое зеркало заднего вида. Могли видеть, абсолютно. То есть вы осознавали, как бы, дистанцию? Я на вас пресс никакого не совершал. Просто подошли, специально тиранулись от машины. То есть не было КСТП, это правильно? То есть не было, то уезжайте. Если вы считаете, что не было, то уезжайте. Полтора года пешком походите. Так я зафиксировал. Конечно. Нет, если вы считаете, что ДТП не было, то вы можете уезжать. Просто я подозреваю, что это ваш хлеб, и вам будет невкусно ходить полтора года пешком. Я вообще не понимаю, зачем вы это сделали. 66 посылок, все люди ждут, организуют. Вот видите, из-за вас, из-за вашего нарушения будет... Может быть, вас еще и почта привлечет к ответственности. Может быть. Дисциплина. Молодые люди, я не знаю. Так что ждите, пожалуйста. Так, сейчас я дозвонюсь по номеру, который... Вот для кого, собственно, поставили этот знак. Чтобы вот бабушки с детьми ходили тут нормально, не опасались того, что их сообщили. А тут поток очень огромный. Посмотри, сколько людей ходит. Вот, посмотри. Тут все с детьми, тут больница рядом. Тут куча разных социальных важных учреждений. И вот, видимо, специально, чтобы не создавать опасность таким образом, да? Там пожилой человек, да. Пожилой человек может не увидеть, да. Конечно. Я подозреваю, что вот... Ну, очень сложно поставить пешеходную зону там, где ее не надо ставить. Это как... Нет, это согласован. Дело в том, что это на уровне... Это мэр дал указание, я же был на приеме. И заместитель мэра дал указание поставить и внести в схему дислокации. Была разработана схема и внесены знаки. То есть, все официально, все... Я сам схему видел. Мне приносили, показывали, вот, как выглядит будет схема. И, как бы, я говорил... Ну, я-то тут не один раз проводил рейд. Я знаю, в принципе, расположение. И, ну, как бы, небольшой совет, что ли, давал. Или согласие свое. Ну, если так можно назвать. Конечно, это... О, это формально, но все-таки. Дело в том, что неофициально город... И столько знаков установил. Это что чревато? Что землю будет эвакуировать? Это здесь будет привлекать к ответственности. И если это незаконно, кто-то установил, то... Представляешь, сколько обжалований будет. Ну, да. Ну, то есть... На такой шаг идти глупый. А вот... Нельзя ли было как-то походотайствовать, чтобы установили какие-нибудь полусферы, что ли, бетонные? Или какие-нибудь столбики? Не могут. Не могут? Нет. Странно. У нас снег выпадает, у нас... А, вот это вот отмаза, да. Мне тоже присылали, да. Причем у меня есть два ответа по одному и тому же месту, что в первый раз установили, потом их растащили. А второй раз я писал, что растащили, восстановите эти конструкции. Они говорят, уже нет, снег выпадает, зачистить надо. Ну, самый идеальный вариант, это реконструкция объекта, что и было, в общем-то, разработана схема была. Но полтора года уже реализовывается, хотя заместитель мэра обещал в этом году реализовать, что все будет хорошо. Что будет и пешеходная зона, выделенная, что невозможно будет туда заезжать, на нее, и парковочная зона. Что там ГИБДД, у нас трубка уберетная, нет? Нет, пока сейчас звоним. Телефон завис сейчас. Ну, вот водитель Почты России говорил, как магнит будет разгружаться. Здесь не был наезд, вопрос нет. А, да. Как магнит разгружается? Магнит разгружается после окончания пешеходной зоны, да. Да, как-то удачно, да. Зачем Физдек так делает? Терешенько. Физдек. Терешенько. Ну, да ему вырулить! Вы зачем делаете так? Оставайтесь на месте, наезд на пешеходах! Здорово! И не сделайте! А вы зачем человека сбили, рассказывать? Я никого и не сбивал! Как не сбивали, он же перед вами стоял, а вы зачем-то… Да, никого я не трогал! Что вы начинаете? В смысле не трогали? Ну куда мне встать? Вот площадка стоит! Площадка в знак, видите, вы водитель? Ну вот это же для чего площадка? Для пешеходов. Вот это площадка? Да, для пешеходов. Чтобы они вообще стоят. Конечно, да. Дайте мне сюда проехать, я выберу. Здесь нельзя проехать. Вы совершили ДТП сейчас, если вы скроетесь? Ничего не проехал. Если, не, делайте, что хотите, как бы. Если вы скроетесь, то ваши проблемы. Скрылся местом. Главное, приеду, за мной водитель. Вот водитель скрыл. Трестировка на водителя. Да. Да, странные люди. Это Воронеж. Ага. Ну смотри, какой поток идет оттуда. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте. А вы не заметили, когда заезжали, там знак был, пешеходная зона? Да, да. А зачем вы заехали тогда? Потому что за поход. Пешеходная зона, вам же объяснили. Какая парковка? Знак парковка обозначает знак МП. А это пешеходная зона. Только для пешеходов. А это что? А это незаконно стоят. Нарушают правила дорожной движения. А что вы перегнать там? Да, конечно. Прямо сейчас уберите, пожалуйста, мужчина. Сзади встанем, не уедьте до приезда ГАИ. А, или вы, я думаю, вы магазин. Все, понял вас. Помолчи как. Хорошо, спасибо. Так, мужчина уезжает. Да, поток тут нарушителей вообще жуткий, если честно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok